Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, 29 мая, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Глава 13, стихи с 13 по 24. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Помфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал «Мужи израилетяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около сорока лет времени питал их в пустыне. И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им наследие в землю их. И после сего около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя. И Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельствуя. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы читаем с вами отрывок из 13 главы. Перед нами постепенно начинает разворачиваться повесовательная линия, в которой ключевую роль займет апостол Павел. Все больше и больше сюжетной линии этой книги будут завязаны именно на этой выдающейся личности христианской церкви. Недаром церковь прославляет в летний период первоверховных апостолов Петра и Павла. С сегодняшнего чтения мы видим, что уже не Варнава является человеком, который выдвигает инициативу, а Павел выходит на первое место. И действительно в этом заслуга Варнавы, апостола, который понимает, что у апостола Павла действительно больше харизмы, больше организаторских способностей, и он образованнее его. Он понимает, что для дела проповеди это лучше и отходит на второй план. Что мы видим перед собой? Мы видим, что отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пиргию, в Памфилии. Но Иоанн, Иоанн Марк имеется в виду, мы уже говорили с вами, что в книге Деяний Иоанна Марка будут называть то Марком, то Иоанном, то Иоанном Марком. Но так или иначе мы с вами понимаем, что речь идет об Иоанне Марке. Здесь как раз таки мы видим, что у него два имени. Одно еврейское это Иоанн, другое римское это Марк. То же самое будет, кстати говоря, и у апостола Павла. Ведь Павел это римское имя. Сам апостол Павел римский гражданин. Причем это гражданство он не купил, а оно передалось ему потомственно. То есть он приобрел его по рождению. Он родился в семье римского гражданина и получил тоже римское гражданство. Это очень важно. И этим фактом, и этим юридическим фактом будет апостол Павел в дальнейшем активно пользоваться. Потому что у гражданина Рима было гораздо больше прав, чем у негражданина. Как в принципе и сегодня. В любой стране граждане имеют больше привилегий и возможностей. Так или иначе, мы видим, что Павел это римское имя. И это имя, которое, быть может, по римскому обычаю было дано Павлу. Но мы знаем, что он был ревностный фарисей из города Тарса. Навряд ли он получил это римское имя. Быть может, он взял его у проконсула Сергия Павла. Взяв таким образом в себе это имя. Или, как говорит Ориген, как говорил Ориген, это известный толкователь третьего века. Он говорит о том, что апостол Павел использовал свое имя римское, когда общался с язычниками. А еврейское, Шауль, Савл, использовал, когда общался с соплеменниками. То есть иудеями, евреями. И в этом, конечно же, прослеживается большая логика. Так или иначе, мы видим, что Иоанн Марк покидает апостолов. И отправляется обратно в Иерусалим. А апостолы продолжают свою проповедь. И мы видим первый яркий пример проповеди апостола Павла. Как она происходила. Во-первых, мы видим, что они, проходя от Пирги, прибыли в Антиохию Писидийскую. И, войдя в синагогу, в день субботний сели. Они присутствовали на синагогальном богослужении. Мы говорили с вами о том, что апостол Павел всегда, и апостолы всегда начинали проповедь в синагог. И уже в дальнейшем они, если там их не принимали, или же принимали весьма успешно, они шли и выходили за пределы иудейской общины, и шли непосредственно к язычникам. Так поступал апостол Павел. И вот мы видим, что он пришел в синагогу, на синагогальное богослужение. Оно состояло из нескольких этапов. Сначала читалась молитва, так называемая «Шма Исраэль», что значит «Слушай, Израиль». Это текст из второзакония. Затем читался отрывок из священного писания, в основном из пяти книжия. Потом следовало утешение народа, то есть проповедь, проповедь на чтение дня. После этого читался некий символ веры из книги чисел. И завершалось таким образом, это было некое благословение священника. Проповедовать мог любой, оно было не очень сильно регламентировано. Самое главное, таким администратором, регулятором богослужения являлся старейшина синагоги. Это был зачастую один человек-мужчина, но мы знаем, что бывало и несколько человек старейшинами синагог. И также были женщины. В некоторых случаях женщины выполняли роль таких вот старейшин. В роль старейшины входило назначать проповедника, смотреть за тем, чтобы богослужение происходило без каких-то особых беспорядков и шума. И они возглавляли финансовую сторону распределения доходов, в том числе и социальное служение при синагогах. Так или иначе, мы видим, что апостол Павел воспользовался возможностью. Вероятно, до богослужения он подговорил со старейшиной, чтобы тот дал ему слово. Тот увидел, что он сведущ в Писаниях и что ему есть что сказать, и дал ему слово. И мы видим, что здесь есть некоторая особенность проповеди апостола Павла. Мы видим, что он не негативно, а наоборот позитивно высказывается о народе израильским. Не то, как говорил архидиакон Стефан, что Господь отвернулся от иудейского народа, а наоборот, что в Господе все имеют возможность приобщиться к спасительным деяниям Иисуса Христа. И начиная проповедь об истории Израиля, что Господь всегда, даже несмотря на то, что израильтяне отступали от Него, изменяли Ему с другими богами, как говорят пророки, Он все равно воспитывал себе этот народ и оставался с ним на протяжении всего пути. И завершение этого мы видим в 23 главе. «Из его-то потомства, из потомства Давида, царя, которого Бог избрал, Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса». То есть он завершает проповедью указанием на имя спасителя Иисуса Христа, чтобы уже он подводит иудейскую аудиторию к полноте откровения. Если мы видим, что он говорит об откровении Бога израильскому народу, то, что Бог всегда присутствовал, не только присутствовал с израильским народом, но и открывался Ему через пророков, через священное Писание. И здесь мы видим, что он подводит постепенно к тому, что полнота откровения – это Иисус Христос. Как говорит сам Господь в Евангелии от Матфея, мы читаем, Он пришел не нарушить, но исполнить закон. И как раз таки Иисус Христос и есть исполнение этого закона. К этому и подводит апостол Павел очень тактично, приготовливая аудиторию, иудейскую аудиторию, к благой вести о воскресшем Господе Иисусе Христе. Перед нами яркий пример проповеди апостола Павла. Мы видим, что он начинает проповедовать, и его проповедь начинает звучать в синагогах. И на многих территориях Средиземного моря, Римской империи. И дальше эта проповедь будет только развиваться. Итак, дорогие братья и сестры, будем назидаться чтением священного Писания. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное Писание, Бог с его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова